Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пока слушание делу в процессе. Повтори, пока не поймут. В общем, Лилечка, до конца дня мне не звони. Ладно. Спасибо, что встретила. Пока. До свидания, Ева Антоновна. А у них праздник. К нему жена вернулась. Не то что твою мать. Минуточку, минуточку, минуточку. Это ваш дом? Степаня! Не беспокойтесь. Все в порядке. Ты как себя ведешь? Простите, пожалуйста. Просто в вашем поселке произошло ограбление. Наши сотрудники ведут следствие. Надеюсь, вы понимаете. Позвольте спросить, дома есть кто-нибудь? Нет, никого. Ни мужа, ни меня. Несколько дней не было. Ладно. Спасибо. А во всяком случае, будьте добры. Если заметите что-нибудь странное, дайте нам знать. Мы пока здесь. Ладно. Спасибо. Степанин. Послушай, научись с людьми разговаривать стыдно. Слушаюсь. На пункте охраны пусть будут наши люди. Понятно? Понятно. Действуйте. Мик. Мика! Ева? Не поняла. Говорил в Геленджике? Ну... Я тебе делаю сюрприз, а ты мне. Ну, я... Это что за цветы? Только не говори, что знал о моем приезде. Ева, я... Ты сто лет такого не делал. Прошу тебя, скажи. Ева, послушай, мне надо тебе кое-что сказать. Откуда ты узнал, что я на день раньше приеду? Геленджик, делом в речи артисту. Уничтожи тебя. Подожди, дай мне сказать. Специально делаю, чтобы я смутилась. Секунду, мне надо тебе сказать. Опять опередил меня. Мне надо кое-что сказать. Да, знаю. Я много работаю и совсем не уделяю тебе времени. Вот почему я приехала на день раньше. Ага, с глазами. Обещаю, сегодня выключу телефон и весь день... Ева, прошу тебя, послушай, мне надо кое-что тебе сказать. Ага. Кто уставилась? Я ничего плохого не делаю. Я просто хочу понять. Что ж этот мужик такое делает, что его баба ходит счастливая, а твоя мать вечно недовольна? Есть два варианта. Либо она нимфоманка, либо я ни на что не гожусь. Ева, не надо, пожалуйста, дай мне сказать. Ева, не надо, пожалуйста, дай мне сказать. Я или ты призналась оскористом. Послушай, Ева, да что ж такое-то? Сядь на минутку. Сядь. Ладно. Ева, мне надо тебе кое-что сказать. И хорошо, что ты сегодня приехала, потому что вообще-то я ждал тебя. Завтра. Я хотел сказать, вернее, написать. А потом подумал, ну, кто в наш век пишет письма. Поэтому решил, решил оставить. Послушай, в общем. Ничего не понимаю. Сейчас. Ладно. Ева, милая, я солгал тебе. Я сейчас не в Геленджике. Знаешь, я долго думал о нас и понял, что наши отношения в последнее время уже очень давно. Все уже как бы, ну, не так хорошо. И, в общем, решил, что будет правильно, если я, ну, на некоторое время уйду. Да, уйду и подумаю. Извини, что так вышло. Извини, что не говорю это тебе лично. Наверное, не хватило смелости сказать тебе это в лицо. Одним словом, я ухожу, Ев. Да. Не забудь кормить рыбок. Не забыть кормить рыбок? Нет. Это, к слову, место хэппи-энд. А. И что все это значит? Ев, я... И куда ты идешь? И о чем таком ты должен подумать, что не можешь это сделать у нас дома? Ев, я еду в Париж. Париж? Да, в Париж. Мика, ты никуда не едешь. Я еду, и это уже решено. Ладно, Мик, понятно. Шутка была с ног сшибательной, молодец. Ев, это не шутка. Я точно еду. Мик. Ев, я долго думал и понял, что... Ты не поедешь никуда. Ты останешься, и мы попробуем все исправить. Нам это всегда удавалось. Правильно. Но не в этот раз. Кто она? Нет, ты неправильно поняла. Вся проблема во мне. Вернее, в тебе. Вернее, в нас. И больше ни в ком. Но ведь кто-то есть. Нет. Никого нет. Когда сказал нет, ты смотрел мне в глаза. Значит, врешь. Я не смотрел. А где твое обручальное кольцо? Мика, ты мне объяснишь, что происходит? Нечего объяснять. Я уже все сказал. Я говорю, в наших отношениях уже давно все не так гладко. Но мне никто об этом ничего не говорил. Ровно два месяца назад, в день нашей годовщины, ты держал мою руку и повторял, как ты безумно счастлив. Знаю. Я врал. Ты врал? Да, врал. Ты врал мне? Ага. Нет, ты не врал. Мне лучше знать, врал я или не врал. Мика, ты не врал мне. А, ладно. Не врал. Значит, о том, что ты несчастлив, я должна услышать по радио? После стольких лет совместной жизни я этого достойна? Я, Вау, прошу тебя, давай не ссориться. Ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу эти ссоры. Да, я знаю, я невыносим, плох, жалок. Ты, безусловно, достойна лучшего. Не против? Не сразу надо начинать. Сначала танцы. Отойди-ка немножко в сторонку. Дожили. Теперь я еще и шпион. И что я должна теперь делать? Стоять и смотреть, как ты уходишь, да? Так поступают только кретины. Хочешь сказать, что ты кретин? Мик, говори, скажи что-нибудь, чего молчишь? Поговори со мной. Ты никуда не пойдешь. Я люблю другую. Вот, сказал. Оставь в покое этот чемодан. Слушай, я лечу в Париж, и это решено. Никуда ты не летишь. Еще как лечу. Сказала, не летишь, и оставь чемодан в покое. Слушай, ты опять скандалит. Уезжаю, потому что мне надоели твои упрекли. Ты не можешь уйти, ничего не объяснив мне. Послушай, я взрослый мужчина. Могу я принять самостоятельное решение? Могу я хоть раз в жизни сделать то, чего мне хочется? Не смей выходить из дома! Кричи, кричи громче. Я не кричу, я спокойно разговариваю. Да ради бога, я все равно умею. Я сказала, ты никуда не пойдешь! Заголосили. Само собой. Мик, Мика, Мик, Мик, приди в себя. Мик, слышишь меня? Мик, Мик, вставай! Я не хотела, прошу тебя, я не хотела, прошу, очнись! Мик, почему не отвечаешь? Решил поиграть моими нервами? Я тоже умею играть В страшные игры Говори, скотина, не своди меня с ума Давай драмата кое-что, идиота И на Армения Поедешь, конечно Бизнес-классом Поедешься Ты что, натворила? Ты что, совсем обалдела? Ненормально! Успокойся, дорогой. У тебя аневризма. Ах, моя голова! Да, представляю. Почему я привязан к этому чёртову стулу? Я решила тебя задержать. Надеюсь, что ты мне всё объяснишь. Что тебе ещё объяснить? Ты не понимаешь? Я больше не люблю тебя! Значит, останешься до тех пор, пока снова не полюбишь. Ты с ума сошла? Почему? Невозможно связать человека и ждать, пока он влюбится! Ещё как возможно. Я люблю другую. И теперь ты делаешь всё для того, чтобы я полюбил её ещё больше! Как полюбил, так и разлюбишь. Ты юрист! Ты же клялась, что будешь защищать закон, а никак не нарушать его! Я смогу оправдаться. Я тебе в психушку сдам! Как только освободишься... Как только освобожусь! Как только освободишься, ты снова безумно полюбишь. Проверьте эти камеры видеонаблюдения. Слушаюсь. Ева, подойди на минуту! Чего тебе? Подойди. Слушаю. Сядь. Ну? Ближе сядь. Ну? Ближе сядь. Ну? Серьёзно? Ты так неожиданно пришла? Ну, я ведь собирался поговорить с тобой. Развяжи меня. Сядем, спокойно обсудим. Полюбишь меня? Развяжу. Что ты глупенькая? Люблю. Ей-богу, люблю. Перестань. Ей-богу. Ты же атеиста. Жизнь моя. Люблю. Серьёзно. В какой-то момент съехал с катушек. Ты меня шарахнула. Я очнулся и понял, какую глупость я мог совершить. Развяжи. Сядем, спокойно поговорим. Ты совсем не умеешь врать. Зрачки увеличились до размеров твоей головы. Лоб вспотел. В глаза мне не смотришь. Ага. Говорю же тебе. Люблю. А я тебе не верю. Ты думаешь, я дура, да? Хочешь меня оставить и с любовницей смыться в Париж? Развяжи меня. Не выйдет. Я говорю тебе, развяжи меня, идиотка. Развяжи, а то... А то что? А то... А? Саша. Кто? Саша. Что за Саша? Она должна была позвонить перед приходом. Почему она идёт к нам? Советую тебе собрать тёплые вещи. В стихушке очень холодно. Не понимаю, зачем она тебя идёт? Ну-ка заткнись, говорю тебе. Заткнись, не звука. И после всего этого я ненормальный? Да это ты душевно больная. Да заткнись, милая. Испугалась? Беги, беги, беги. Что ты делаешь? Не надо! Саша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это что, аптечка? О, твоей ревности еще не хватало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиди тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА